Ну что, дорогой зритель, как вы знаете, я стараюсь доводить все такие дела до конца, и сегодня вы сможете посмотреть, как же все-таки проходил суд с магазином Алексом. Почитайте документы, какую позицию занимал магазин, продали ли они мне просвеченный товар, или все-таки не продали просвеченный товар, вы сможете увидеть в документах. Что хочу сказать, у нас уже прошла беседа судебная, прошло первое заседание в суде, и скоро будет второе заседание, на котором будет представлен видеоматериал о том, как я совершал покупку в магазине, и судья даст оценку, являлись ли действия сотрудников магазина неадекватными и повлекшими за собой нанесение морального вреда для меня. Хмык-нык. Новость о том, что какому-то гражданину была продана некачественная и просроченная нога-тручка, разлетелась по многим пабликам. И я сейчас приложу для вас скриншот из этих пабликов, чтобы вы понимали, насколько эта информация была интересна для обычного гражданина. Согласитесь, не каждый день кто-то суется за просроченную на год ручку, которая стоила всего-то 73 рубля. Сейчас, дорогой зритель, вы можете заранее сделать ставки, сколько же все-таки по итогу заплатит магазин, и вернет ли он мне деньги за некачественный товар. Приятного просмотра! У нас сегодня с вами проводится беседа по гражданскому делу, по иску Казанцева Максима Сергеевича к ООО «Алекс» о защите прав потребителей. Данную беседу проводит Мировой судья Волкова. Доверяете мне провести данную беседу? Да. Это беседа по данному делу. Пожалуйста, документ, удостоверяющий ваше личности. Работаете где-то, Максим Сергеевич? 51-я статья Конституции. То есть вы не жил этих варителей? Не желаю. 51-я статья Конституции говорит о том, что вы можете не свидетельствовать против самого себя, своих ближайших родственников. Все верно. Только лишь. Я так буду сказать лучше. Не желаю. Лоды, лоды. Это как бы не плохо, не хорошо. Да. Так, и у нас представитель, ответчика ООО «Алекс» по доверенности. Держите. Дмитрия Елена Владимировна. У меня ходатайство об уточнении исковых требований. Замечательно. 17 февраля мне продали просоченную на год ручки. В магазине я потребовал сделать возврат, мне отказались. Затем я написал письменную претензию в магазинах, где мне также отказали. Все. Вы, секундочку, вы вот приобрели ручки и увидели просроченную, вы сразу же обратились к пользовцам, да? Сразу же. И вернули ручки, готовы были вернуть, ставили товар. Нет, я придерживаюсь гражданской позиции, что ручки я мог выбросить в мусорку, ввиду того, что у меня нет доверия к магазину, так как они, ручки без упаковок, на которых указан срок годности, на упаковке указан срок годности. Ручки без этих упаковок они выставляют в продажу и потом в дальнейшем никак не могут доказать, что этот товар свежий, не свежий. Поэтому я посчитал, что моей позицией является гражданской не позволить в магазину совершить такие противоправные... рассмотренно-законодательным. Что именно? Гражданская позиция. Законодательным? Да. Вы знаете, я не юрист, если бы сейчас присутствовал мой представитель, я бы ответил на ваш вопрос. Понятно. То есть вы готовы будете к судебному заседанию, к следующему... С юристом? Конечно же. Понятно. Вопросы есть? Да, мы согласно закону возвращаем деньги при первом требовании, когда вы предъявляете нам товар, если он вам не подошел. Вы нам товар не вернули. Можно уточнить? Вы считаете, что товар мне не подошел. Правильно я понимаю? По каким-то техническим характеристикам, там, цвету, фасону. То есть вы не считаете, что он был некачественный. То есть он был качественный, но просто мне не подошел. Да, я считаю, что он вам не подошел. Но он был качественный. Мы готовы вам верну. Но он качественный был. Он качественный. Качественный. Вот, видите? Они говорят, что качественный товар. Писала. Секундочка, давайте не спорить. Ваша позиция, если я поняла, 17 февраля 22 года вам продали некачественный товар. Просроченный на год. Так, срок годности. Все верно, да. Вот вам продали, это ваша позиция. Вы считаете, что он должен был к вам, у вас что, заменить товар этот, если он вам не подошел? Пожалуйста, мы можем заменить. Он приходит и говорит, нам нужна другая ручка, мы ему меняем на такой же товар. То есть вы не относите этот товар к некачественному, я правильно понимаю? Ручка писала, да. Я не прописала. Вот вы, исковые требования, исковые требования заявлены о том, что 17 февраля 2022 года у вас в магазине по адресу Краснодарский 7 был приобретен набор гелевых ручек, которые с даты окончания, с даты окончания срока годности в февраль 2021 года стоимостью 73 рубля. К вам подошел гражданин и говорит, вы продали мне просроченный товар, пожалуйста, верните мне деньги. Да, он подошел без ручек, как он пишет, он выбросил их, переложил свой рюкзак. Для дальнейшего выкидывания в мусорку. Я не вижу такого. После покупки я вскрыл данную продукцию и переложил свой рюкзак. Неважно, он вам приносит упаковку, где указано, что срок годности истек, причем он тут же приносит, да, я правильно вас понимаю? А вы считаете, что это не некачественный товар, а просто как товар, который не подошел ответчику? Ой, истцу, извините, пожалуйста. Да, броню. Пожалуйста, ваши еще возражения какие-либо есть? Да, вот, в писанице. А в ваших возражениях то же самое написано, что вы сейчас говорите? Они сами себе противоречат. Ну, совсем не, да, чуть-чуть отличается, но я уже просто под воздействием нашего истца. Ой, не надо, пожалуйста, в судебном заседании никаких воздействий не надо. Ни истца, ни ответчика, ни представителей, никого. Все мы люди, у каждого своя позиция, поэтому мы спокойно относимся к этому. И только строго по сути исковых требований. Ну, вот, вытащите нам сейчас совсем чуть-чуть другое основание. Даже здесь они указывают, что истекший срок службы. Срок службы – это когда, например, вы купили продукцию, и у нее есть срок службы 3 года. После момента покупки. Ну, товары, которые эксплуатируют. Да, после покупки. То есть, даже здесь в возражениях они отрицают, что это продукт с истекшим сроком годности. Годность и служба – это разные понятия. А договорку для продажи вы расторгнуть не просите? Почему? Где? Я в досудебном порядке просил. Но у вас, вы скажете, требуемых. Я все еще требую вернуть мне деньги за ручку. Ну, ручки-то нет. Секундочку, вы просите вернуть, но изначальное требование, наверное, расторгнуть договор в связи с продажной качеством товара, а потом уже взыскать денежные средства. Я юридически неграмотно, в суде это обсудим. Обсудим. Обсудим, вот опять дополнительные исковые, как это, уточненные исковые требования. Ну, если нужно будет уточнить. Я вам о чем говорю. Это все приобщается, отзыв на приобщается, ходатайство о привлечении в качестве представителя, оно приобщается. Но я вам разъяснила. Судебное заседание, он может уже присутствовать с самого начала и будет допущен в качестве представителя. Так, все. Нам теперь с вами необходимо обговорить дату судебного заседания, когда бы нас что-то с вами устраивало, не устраивало. Роман Владимирович, войдите сюда. Все. Тетя уходит. Побеседовали. До сих пор считают, что товар качественный. И даже в своих возражениях считают, что товар качественный. Читайте закон, федеральный закон о защите прав потребителей 2300-1 и знай свое право. Вместе с тем подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Роман Рябикин, мое право. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Опять вы дали 2 на 1. А что, вам какая-то? Какая вам родится? Я же вам пишу, да, а то на ваш ответ. Требуя разные ответы вообще, да? Всего доброго вам. До свидания. Я не разрешаю выкладывать свои изображения. В какую именно не разрешаете? Во все. А в какую нельзя именно, не подскажете? Во все. Во все? Ну, поздно. Уже немножко поздно. Ну что, ребят, сегодня была беседа с Алексом по поводу проданной мне просроченной продукции. Но Алекс считает, что она не просроченная. Она мне просто не подошла по каким-то характеристикам. Ну, действительно, ручка просроченная на год не подошла мне по характеристике. Наверное, по срокугодности не подошла. Это всего лишь одна характеристика. Вот. И сегодня я получил опять ответы на мои претензии. И опять они сделали так, что в одном ответе две претензии рассмотрены. Одна была за проданную просрочку, а другая была за компенсацию морального ряда. Ну что ж, увидимся с ними 20 июня в суде. До встречи. Здравствуйте. Четыре месяца. А год получается, да? Угу. То есть это где-то в декабре 21 года, а сейчас июнь 22. Да, да, конечно. Нет никаких ломок. Мы не будем продавать зачем. Так это качественный товар, по мнению вашей юридической фирмы? Ну, адвокат ваших там или кто? Я не знаю, что говорит адвокат. Я его не буду продавать. Почему? Ну, потому что они просрочены. Скажите, а за некачественный товар вы деньги возвращаете? Ну, конечно. А мне вы когда деньги вернете? Я понятия не верю. Это вы, пожалуйста, юристов. Все, да, понял. Остальную просрочку снимете? Ну, естественно. Сегодня не подскажете, какое число? 19 июня 22 года. Завтра у нас суд за ручку с удовольствием 73 рубля. Магазин Аликс продолжает торговать просрочкой. Ради рука. Снимите остальное, да? Все, что нужно, мы снимем все, что происходит. Ну, просто полгода лежит, все никак не снимете. Когда снимете, не подскажете? Ну, сейчас уберемся. Все, спасибо. До свидания. Пожалуйста, всем добром. До свидания. Ну что, Роман, погнали. Погнали. С удовольствием. Слушайте гражданское дело по АЭС. Показанцева Максима Сергеевича по АЛИК о защите прав потребителя. Документы, пожалуйста, заслужили еще лучше. Судебное свидание явился вести. Казанцев Максим Сергеевич, 10-го, 4-го, 1987-го года рождения. Вы работаете где-то? В 51-й статусе конституции. Представитель ответчика по доверенности Илья Александровича. Данное дело рассматривает мировой судья Волкова при секретаре Левачевой. Доверяете нашему составу суда рассмотреть данное дело? Да. Да. Понятны права, естественно. Вам понятно? Да. Подписочка за эти права, которые я разъяснила. Подпись, расшифровка, подпись, а вот там ручки, а ваши ручки. Можете взять манюк, если мои вам удобнее расписываться. Так. Зимние ходатайства какие-либо имеете, естественно? Да, ранее я приобщал к делу ходатайства о допуске к моему делу защитника Романа Рябитина. Пусть сидит. Пусть сидит. Прошу его допустить к рассмотрению дела. Ну, если ни разу не были больше в суде, была беседа у нас с вами. Вообще, когда обращаетесь к суду, необходимо вставать от регламента судебных заседаний. Но, учитывая наш зал, я разрешаю сильно не стрясать воздух, сидеть. Спасибо. Но вообще, по общему правилу необходимо вставать и давать поизнение стоя. Понятно. Пожалуйста, документы. Роман Владимирович Рябикин. Даже года еще не прошло. Да. Роман Владимирович, вы нам не сдержали, как настоящий мужчина, не сдержали обещание. Не сдержал. Рябикин Роман Владимирович. Также разъясняем вам состав суда. Данное дело рассматривает мировой судебного по пресс-секретаре Левачева. Доверяйте нашему составу суда рассмотреть данное дело? Уложим суд. У нас золотое правило НДН. Никому доверять нельзя. Но по основанию тем, что данный состав суда сегодня рассматривает гражданское дело, а не другое федеральное законодательство, а в связи с этим мы доверяем данному составу суда. Но тем не менее, как выше мной указано, у нас правило НДН. Мы не доверяем. Надеемся только на себя и на свою правовую позицию, которая является правомерной. Да, спасибо. Так, мы вам разъясняем права. Еще ходатайства какие-либо есть, истец? Истец, есть ходатайства? Есть еще ходатайства. Есть у вас есть ходатайства? Есть у моего представителя. Хорошо, мы сейчас до представителей дойдем. Пожалуйста, представитель, ваше ходатайство. Позвольте, уважаемый состав суда, в силу части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, в силу статьи 10 Конвенции по правам человека, мы просим удовлетворить наше ходатайство к составу суда о введении видеозаписи данного судебного заседания, разместив оборудование исключительно на себя, с учетом мнения другой страны, а также разрешения самого суда. Поддержите задное ходатайство? Конечно, поддержу. Вы не возражаете, если будет на вас направлена видеозапись? Я не возражаю. Вы не возражаете. Вы возражаете или не возражаете? Видеозапись заявленной ходатайства... Если к нему не возражаю, не возражаю, ну, пожалуйста, я стоп на самовольство уже. На самовольство. Суд, выслушав ваше ходатайство имения всех сторон, можете размечать вашу аппаратуру, производить видеозапись, тем, чтобы данная запись не касалась состава суда. Ах ты мой хитрец! Ах ты моя хитрюга! У нас там не видно? Нет. А пожалуйста, истца и представитель истца, пожалуйста, и представитель отечника тоже, чтобы не касалось. Ну, естественно, без того, чтобы размещать записи. Все? Еще ходатайства какие-либо? Да, позвольте. Еще ходатайства? Да, позвольте. Уважаемый суд, представляем составы суда. Да, также представлен нашему оппоненту уже за подписью возражения на отзыв нашего оппонента по исковому заявлению истца о защите... Извините, пожалуйста, что перебиваю. Учитывая, что у нас по существу дело не рассматривалось, вы данные возражения можете озвучить как вашу позицию, потому что все равно же, видимо, ответчик будет ее высказывать, а вы уже как... Если вы не возражаете. Да, да, да. И тогда мы приобщим к материалам дела. Хорошо, хорошо. Просто, да, тезисно я поясню, что данные возражения представлены как в виде дополнения к ранее представленному, представленному, уточненному исковому заявлению в защите прав потребителей, то есть о расторжении договора розничной купли-продажи. Единственная мотивация, да, ставила вопрос, ну, действительно, в связи с федеральным законодательством в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации, а также закон о защите прав потребителей, должны расторгнуть договор с продавцом. Вот, это единственная, то есть позиция, а так, остальные все свои доводы изложим. Подпись представителя. Получено. Получено. А, то, что вами получено, вот эта позиция, вами получено. Давайте вот как-то, это касается больше уже самого рассмотрения дела, и мы приобщим к материалам дела, если не возражаете так. Нет, нет, нет. Не возражаете. У вас есть какие-либо ходатайства? Пожалуйста, это аналогично, у меня возражение исковое заявление. Ну, вы тоже сейчас их озвучите, наверное, да? Вы приобщаете, потому что, в моем случае, у нас гласность процесса, данные документы вы можете озвучить в судебном заседании, и, соответственно, у вас есть материалы дела, данный вопрос будет разрешен. Еще есть какие-либо ходатайства? Нет, пожалуйста. Нет. Пожалуйста, истец, вы свои исковые требования поддерживаете? Поддерживаю в полном объеме. В полном объеме какие исковые требования? Вот уже теперь с уточнением, да? Прошу суд расторгнуть договор розничной купли-продажи от 17.02.2022 года, заключенный между потребителем Казанцевым МС и ОАЛЕКС части покупки товара ненадлежащего качества набор гелевых ручек ERR-301 Original YELL стоимостью 73 рубля на 0 копеек с учетом требований, изложенных к уточненному слову заявления. С уточненным исковым заявлением я просил суд взыскать также с ОАЛЕКС 73 рубля за сам товар, неустойку в размере 62 рубля 0,5 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, штраф и стоимость юридических услуг в размере 17 тысяч. Таковы мои требования. Вот эти ваши требования вы такие поддерживаете, да? Вы признаете исковые требования? Я тоже не признаю. Ни в какой части вы признаете? Ебаный в рот-то, как так-то, а? Присаживайтесь, пожалуйста. Еще, учитывая, что подано фактически уточненное исковое заявление, в котором существует требование, новое основание, одно из них расторжение договора. Поэтому, секундочку, секундочку, дослушайте, пожалуйста, до конца. Данного требования не было. В соответствии с законодательством, увеличение исковых требований или включение исковое заявление новых требований влечет за собой отложение данного дела. Вы-то готовы начать рассмотрение дела? Как сторона отвечает? Готовы. Ну и в конце заседания мы тогда разрешим вопрос необходимость откладывать, либо не откладывать. Ну, с учетом новых требований. Пожалуйста, ваши исковые требования в чем заключаются? Чем вы их обосновываете? На что ссылаетесь? И что просите? Теперь полностью развернуто. Либо вы, либо представитель. Либо сначала вы, потом представитель. Давайте сначала я. Давайте. Значит, 17 февраля 2022 года я приобрел в магазине «Алекс» по адресу город Тулы, Красноармейский проспект, 7 набор гелевых ручек и, ну, как ранее озвучено, с даты окончания срока годности 0,2-0,21, стоимость 73 рубля. После покупки я вскрыл данную продукцию, переложил в свой рюкзак. После вскрытия я зафиксировал данную продукцию и на видео, и в этот момент обнаружил, что она была просрочена. Я потребовал продавца сделать в нее возврат, за просроченный некачественный товар, готов был предоставить упаковку от товара и чек. Возвращать убранный в рюкзак товар у меня не было желания, так как в дальнейшем я собирался его выкинуть в мусорку. Ввиду отказа передать продавцам сам товар, а только упаковку, мне было отказано в возврате. Также неоднократно продавцы запрещали мне производить видеосъемку, пытаясь отобрать в меня камеру, не имели бейджиков, отказывались предоставить по итогу представиться, и по итогу вызвали на меня охрану торгового центра, которая также совершила в отношении меня противопорядные действия, а именно отобрала телефон. Я был вынужден покинуть магазин, так и не совершив возврат денег за проданные просроченные товары. При выходе из торгового центра я увидел мусорку, в которую выкинул свои ручки, оставив при этом упаковку, на которой была вся необходимая информация о товаре и сроках. Далее я подал досудебную претензию в магазин, где мне также, во-первых, отказали в возврате денег, во-вторых, ни слова не сказали о компенсации морального вреда. В дальнейшем я бы обратился к своему защитнику, ранее для составления досудебной претензии, далее для составления судебной претензии, ну и, собственно, подал иск в суд. Все? У вас вопросы есть к ИСУ? Пока нет. Пожалуйста, представитель готов что-то дополнить, добавить позицию. Уважаемый суд, наша позиция остается неизменным. Как пояснил мой доверитель 17 февраля 2021, им был приобретен набор гелевых ручек, соответственно, это подтверждается материалами дела, а именно чеком продажи. И купив такой набор, Казанцев обнаружил дату окончания сроку годности, из чего явствует приложенное доказательство в виде копии упаковки данных гелевых ручек, с окончанием, то есть 02-го 2021-го. Казанцев потребовал от работников, ответчика, возврат уплаченной им суммы за товар, предоставив последнему кассовый чек, что по закону защиты прав потребителей не является обязательным. И упаковку с истекшим сроком годности. Далее, из этого следует, что по возражениям наших оппонентов он обязан был вернуть такую ручку, чтобы ему возвратили уплаченные им суммы. Однако наши оппоненты не понимают федерального законодательства и пытаются его толковать и повернуть в свою сторону, избегая ответственности. Такой товар не имел экономической ценности. Еще раз повторюсь, из чего следуют приложенные доказательства в материалы дела. Далее, моим доверителям была подана претензия, претензия. Значит, ответом сторона ответчика ответила, что якобы моему доверителю данный товар подошел... Не подошел. Не подошел. По техническим параметрам или другим параметрам, опять же, подменяя понимание федерального законодательства и чтобы уйти от ответственности, что не являлось причиной претензионного порядка Казанцева. Это явствует из его претензии к продавцу, в которой указано, что данный товар являлся ненадлежащего качества в силу истекшего срока годности. Таким образом, то есть, избегая правдоподобного смысла заявленных требований Казанцева о товаре ненадлежащего качества, страна ответчика начала всячески изворачиваться, представляя необоснованные отзывы на исковое заявление Казанцева, на моё уточнённое исковое заявление, то есть, в виде возражений вот сейчас от нашего оппонента, я снова прочитал одна вода, действительно, муть идёт в разрез с толкованием федерального законодательства и совершенно не явствует из данной сложившейся ситуации. Кроме того, следует учитывать, что при данной ситуации они, как продавец, исполнитель, который реализовывает товар, могли предложить различные рода условия при возникшейся ситуации. Быть может быть, они и избежали определённой меры ответственности, положенной в рамках действующего законодательства. что ещё хочется от себя пояснить, что отдельно поясню я Алексу, представителю, что возврат некачественного товара совсем не обязателен. и ваши ссылки на федеральный закон 23.00-1 о защите прав потребителей лишь говорит о том, что вы неправильно понимаете толкование, то есть интересы данного закона, который направлен в сторону потребителя. он... Извините, пожалуйста, давайте вот вы дай свои пояснения, свои доказательства, а кто что неправильно понимает, вы как бы уважительнее друг друга. Да, я просто к тому, что наши доказательства, представленные к материалам дела, подтверждают факт недобросовестного исполнения продажи некачественного товара и в силу представленных доводов нашего оппонента мы не обязаны были такой товар значит, ему вернуть. Мы готовы вам его вернуть в соответствии с нормами закона защиты прав потребителей, но за вашу оплату. Это явствует из закона защиты прав потребителей. Вот. Значит, что еще хочется пояснить, что не имеет значения, как выглядит товар. Главное, чтобы в силу его внешних признаков было понятно, что он не имеет экономической ценности для дальнейшей реализации. Собственно, мой доверитель это и сделал, представив вам товарный чек от такого товара и упаковку от набора гелевых ручек в количестве трех штук. Продавец, то есть вы, исполнитель, как угодно, обязуется принять товар, если у него есть недостатки, дополняющие те, я подчеркиваю, дополняющие те, что дают повод говорить о его низком качестве. Следовательно, это явствовало из этой упаковки, где черным по белым, так сказать, написано, что срок годности данного набора гелевых ручек установлен завод-изготовителем. В силу этого можно подразумевать, что свойства сами такого товара они истекли и являлись ничтожными для реализации в дальнейшем потребителем. Таким образом, вы бы однозначно, если вы являетесь, если вы цените свою репутацию, вы бы утилизировали такой товар, что, собственно, и сделал мой доверитель. Вот. Из чего явствует собранное им доказательство в виде видеозаписей. Вот. Далее, что хочется пояснить составу суда, что, как выяснилось, по, значит, уже отзыву, отзыву на наше исковое заявление, вот, что представитель ответчиков факт выявленных нарушений истцом не оспаривает. Оспаривает. Не оспаривает, нет. Они не оспаривают. То есть, в отзыве на исковое заявление они не оспаривают. Признают, что истекший срок годности был, тогда как, значит, в ответе на претензию они сослались в то, что ему, якобы, товар по техническим параметрам не подошел. Вот. Уважаемый суд, я бы хотел поправить слова своего заявителя. Перебивать друг друга нельзя. Тогда молчать нужно сидеть. Лидер партии выступает. Это может только суд. Вы слышали? Если я перебиваю, я извиняюсь. Вы просто берете так вот. Вот нарушение порядка судебного заседания стоит тысячу рублей. Вот это поворот. Исходя из цены вашего иск, это, наверное, значительно больше. Ну, я имею в виду того иска, который существует. 73 рубля, да? Вот стоимость товара. Поэтому давайте, пожалуйста, не перебивать. Каждому будет возможность предоставлено свои пояснения дать, свои дополнительные пояснения дать, задать вопросы друг другу. Никому не возбраняться не будет. Это все возможно. Но только, пожалуйста, порядочек. Пожалуйста. Поясняю в ответе на претензию ИСА от 10.03.2022 товаре, не подошедшему ИСУ по техническим параметрам или другим параметрам. То есть, мы выяснили, что не являлось причиной претензионного порядка Казанцева. Одновременно ответчик следует обратить внимание состава суда, что не указали в таком ответе у передачи ИСУ товара надлежащего качества. В отзыве на исковое заявление от 01.06.2022 ответчик не отрицает факт продажи товара с истекшим сроком службы. Опять же, истекший срок службы. Ну, такого не было на упаковке товара. Там есть сроки годности. Что значит служба? Опять такая некая подмена. Вот. Таким образом, претензия ИСА к ответчику в досудебном порядке проигнорирована. Вот. Что хочется отметить, что срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к использованию или датой, до наступления которого товар пригоден к использованию. Вот. Ну и так же мы поясняем нашим оппонентам, что мы не отказываем вам в ваших требованиях о возврате полученным нами товар ненадлежащего качества, но за ваш счет, так как усматривает закон о защите прав потребителей. Вот. И на основании изложенного мы просим в состав суда расторгнуть договор розничной купли-продажи 18.02.2022 заключенный между Казанцевым с Аликсом в части покупки товара ненадлежащего качества набора этих гелевых ручек стоимостью 73 рубля с теми требованиями, которые изложены в уточненном исковом заявлении, а именно на взыскании с Аликс в пользу Казанцев денежных средств за проданный товар 73 рубля неустойку 62 рубля 0,5 копеек компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей штраф 50% отчасти удовлетворенной судом требований стоимость юридических услуг в размере 17 тысяч рублей вот собственно все из чего состоят юридические услуги? юридические услуги состоят из подготовления первоначальных документов значит Казанцеву это исковое заявление изначально была подана претензия к Аликсу вот потом было исковое заявление так потом значит было составлено уточнено исковое заявление о защите прав потребителя сейчас были поданы возражения на отзыв оппонента по исковому заявлению изца была произведена Казанцева консультация в размере двух штук у ведения себя значит в зале судебных заседаний у разрешения и дачи правовой оценки по данному делу как и насколько данное дело выигрышное вот таким образом да истин у вас есть вопросы к вашему представителю вопросы к представителю у меня есть еще что сказать хорошо вопросов к представителю нет понятно мы послушаем ваше дополнение потом вопросы к вам со стороны отводчика пожалуйста согласно статье 5 закон о защите правопотребителей пункт 1 на товар предназначенный для длительного использования изготовитель вправе устанавливать срок службы период в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки таким образом срок службы начинается с момента когда потребитель начинает обладать правом пользования данным товаром то есть не раньше момента когда он данный товар прорветет Ответчик в своих возражениях указывает, что они не отрицают факт передачи мне товара с истекшим сроком службы Я это воспринимаю таким образом, что они ранее этот товар кому-то продали У него был срок службы Этот покупатель этим товаром воспользовался на протяжении какого-то времени Затем он этот товар вернул ему в магазин После этого я его приобретаю И вот в момент, когда я его приобрел, он уже был с истекшим сроком службы А что, так можно было, что ли? Потому что кто-то им ранее пользовался Вот я возражения ответчика воспринимаю таким образом Также на ответ на мою досудебную претензию они указывали, что товар, приобретенный в их магазине, не подошел мне по техническому параметру Я согласен, что срок годности это какой-то технический параметр И истец мог мне этот товар заменить, например, на товар, просоченный на 2 года Но это не точно Ну просто технический параметр другой будет бы, 2 года, например По поводу возражения о том, что я должен был вернуть данный товар Я, как потребитель, строю различные аналогии по своей жизни Если бы мне в магазине продали молоко, я бы пришел домой, вылил его в кастрюлю полностью А потом обнаружил, что оно вспенилось Посмотрел бы на упаковку, обнаружил, что оно было просрочено Я бы не стал из кастрюли выливать молоко обратно в упаковку, чтобы вернуть деньги за этот товар Я бы пришел... Это продукт питания Хорошо, хорошо, согласен, согласен Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас заметьте Примерно неудачно Удачно? Я просто ищу норму, норму права, сейчас я ее озвучу Статья 5 закона о защите прав потребителей, пункт 4 На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары Изготовитель обязан устанавливать срок годности, период, по стечению которого товар считается непригодным для использования по назначению Таким образом, в законе о защите прав потребителей нет разницы между просроченным молоком, просроченным подгузником, просроченными капсулами для стирок, просроченной ручкой Если речь идет именно о сроке годности, не о сроке гарантии, не о сроке службы Здесь речь идет именно о сроке годности Поэтому я, как потребитель, строю аналогии Возвращать в магазин молоко, которое я выливал в кастрюлю, я не обязан Я предоставляю магазину упаковку Согласно упаковке, товар на момент продажи был некачественным, просроченным То же самое, если я съем какую-то колбасу, и потом с меня будут требовать эту самую колбасу Я буду предоставлять только маркировку от нее, что она была просрочена Я не представляю себе, куда я должен подойти в какое-то служебное помещение магазина Чтобы каким-то образом из себя эту колбасу обратно вытащить Я не обязан возвращать некачественный товар Я предоставил факт того, что товар на момент продажи был просрочен Предоставил упаковку, согласно которой товар был просрочен на год Для меня это вообще шок, что товар может быть просрочен на год Это какими служебными обязанностями должны заниматься сотрудники магазина Чтобы не заметить, что в течение года товар был просрочен Мне кажется, что они просто... Сам факт того, что ручка может быть просроченной, они просто об этом не знают Еще хотели... Да, уважаемый суд, я поддерживаю долг для своего доверителя Стоит отметить, что гелевая ручка не является товаром Технически сложным товаром, где возникает необходимость действительно возврата Значит, продавцу, продавцу И чтобы этот вопрос, допустим, разрешался Они предложили экспертизу и так далее Хочу отметить, что в силу пункта 1 статьи 13 Закон о защите прав потребителей Из-за нарушения прав потребителей Изготовитель, исполнитель, продавец и так далее Несет ответственность, предусмотренную законом или договором Как и ранее сказано моим доверителям Действительно, в силу пункта 5 статьи 5 Закона о защите прав потребителей Продажа товара, выполнение работы и так далее По истечению установленного срока годности А также того товара, на который должен быть установлен срок годности Если он не установлен, это запрещается На основании этого, значит, хочу отметить состав суда Что в поданных возражениях нашему оппоненту Мы просим обязать Трио Алекс прекратить противоправные действия По реализации товара с истекшим сроком годности В отношении определенного круга потребителей Может быть это как-то в порядке частного внесения Ну, частного определения Или как-то будет изложено в решении Скажем, если бы мы являлись официальной общественной организацией То тогда бы мы требовали составу суда Публикование такого решения То есть, чтобы суд обязал их опубликовать Но... Обязать это не к нам Да, но являясь общественными деятелями Все равно составу суда это известно Казанцев неоднократно в этом Алексе Даже вчера, зайдя, обнаружил кучу просроченного товара Расскажем, надзор, пожалуйста Они имеют на них, ну, как бы, возможность реагировать на каждую из лучей Да, да, да Мы сейчас говорим конкретно по ущемлению прав потребителей Именно... Вот, именно конкретно Именно то, что коснулось моего доверителя в части товара ненадлежащего качества Вот, и отказом в возврате уплаченной им денежной суммы Вот, претензию проигнорировали Следовательно, моральный вред и так далее И все в соответствии... Чем причинен моральный вред? В чем он заключается? А в том, что ему пришлось обращаться к представителю ко мне То есть, за предоставление юридических услуг, консультирование, уплаты денежных средств На представление его интересов Обращение в суд, в Алакиту создало это определенное Деньги-то мой доверитель до сих пор не получил за товар ненадлежащего качества Уже, извините, время-то прошло Покупка-то была в феврале, а сейчас уже июнь месяц Длительное время Вот Доверитель испытывает нравственные страдания Что так исполнитель, продавец относится к потребителям И являясь общественным деятелем Постоянно непосредственно работая с продавцами С индивидуальным предпринимателем С крупными сетями Которые понимают закон о защите прав потребителей И идут в рамках закона Постоянно выполняя, да Ну, то есть, идя на определенные действия Утилизации, возврата денежных средств и так далее Аликс же идет в разрез с законодательством И не исполняет данные действия Таким образом, мой доверитель испытывает нравственные страдания Что его, значит, деятельность игнорируют просто Деятельность какую? Его общественную деятельность Он ведет общественную деятельность по всем Вот давайте конкретно про отверточку и про данный случай Да, да Понятно Да, и более того, такой случай, он стал резонансным Известен новостным группам Тульским новостям Где в средствах массовой информации Уже опубликовано то, что на рассмотрении у вас в производстве такое дело Блогеры известные Артем Волков и так далее, к слову сказать Вот Казанцев, это его оператор Об этом случае наслышан Над ним насмехаются Насмехаются потому, что Аликс не возвратился за какую-то ручку Тогда как Казанцеву отдавали денежными средствами более крупные сети Тысячами рублей Поэтому он морально подавлен Суд рассматривает только определенное конкретное дело В рамках заявленных исковых требований У меня суд уточнял, чем испытывает Я поясняю Понятно Нарушением его прав потребителя Ты правильно поняла? Да, да Закон Из того, что вы сказали Я понимаю так, да? Нарушение его прав потребителя Вы готовы, что ли, дополнить по моральному вреду? Я в итоге вам В итоге вам Так, вопросы есть? Уважаемый суд, дабы не нагружать данный процесс Вот эта вся лирика, пожалуй, нет Пожалуй, нет Я лучше все поясню Пожалуйста, вы не признаете исковые требования в полном объеме Пожалуйста, почему вы не признаете, чем это доказывает? Мы не отрицаем о том, что между странами был заключен договор Купп-продажи розничной, в частности гелевых ручек Извините, одну секундочку Вы просили уточненное приобщить с расторжением договора Нам его не дали Возражение, пожалуйста Не возражайте против приобщения Извините, пожалуйста, что я вас прервала Возражение, вы же сказали, секундочку, уточню Это возражение, но спросительная часть Подписано оппонентом Не возражайте, данный документ приобщается Пожалуйста, извините, что перевел Не возражаем относительно того, что между странами Был действительно заключен договор розничной купли-продажи Как ранее пояснил представитель ИСЦА Мы, видимо, не понимаем толкование Но материального, ну и как следствие, наверное, и процессуального права Видимо, как и Верховный суд и Первый Костационный суд Я в своих возражениях отразил их позицию В частности, у нас есть, конечно, замечательная статья 18 Законный счет про потребителей Где указано, что потребование продавца Из-за его счета потребитель должен возвратить товар Недлежащего качества Как следует из видеозаписи О которых ранее тоже уже указывалось ИСЦОМ Ну, по соцсетям Да, естественно, разлетелось Там красиво все было сказано Продавец изначально не возражал Относительно возврата денежных средств Ему указали лишь Верните, пожалуйста, товар Прямо тут же на кассе Мы вам вернем денежные средства На что, насколько я помню Из видеозаписи было сказано Я их употребил Известно, что такого документа у суда нет Ну, понятно Просто на данный момент у нас позиция такая у ИСЦА Что он их, оказывается, в рюкзак спрятал Потом где-то я видел, что он их утилизировал Тут еще выясняется, что он их как-то употребил орально-ректально Еще как-то я не знаю Потому что у всех свои фетиши В этом ролике я вам расскажу Как правильно садиться на бутылку На все Ну, опять же, если у нас сходить из конкретного положения норм закона В том числе гражданского кодекса И уже далее идет у нас закон защиты прав потребителей Если мы немножко к теории государственного права вернемся То последствия расторжения договора купли-продажи Это возврат сторон к изначальному положению Соответственно, продавец отдает деньги Покупатель отдает товар Ссылки на товар пищевого производства Регулируются у нас немножко другим законом Это закон об обороте и реализации пищевых продуктов Пускай почитают в сторону Может быть, когда-то придут к определенным понятиям Аналогичная позиция у нас содержится В обзоре судебной практики Верховного суда Который не разбирается тоже в толковании норм процессуального материального права А также в определении первого конституционного суда Общей юрисдикции от 25 до 26 до 20 Вся практика свежая у нас Тоже, видимо, эти суды не очень трактуют право Следствием из нарушения прав потребителя Является, соответственно, взыскание неустойки Неустойка у нас взыскивается Если идет нарушение В плане неудовлетворения требований потребителя В досудебном порядке В досудебном порядке, так у нас подтверждено материалами дела Есть ответ на претензии К нему также говорят, что Пожалуйста, верните товар Мы не против вернуть деньги Пожалуйста, не надо идти на конфликт Но у нас сторона ИСЦА является общественным деятелем, блогером и так далее Ему надо поднять вокруг себя много внимания Поэтому надо же в суд обратиться Поэтому мы здесь не видим оснований для взыскания неустойки По закону защиты прав потребителя Далее, что у нас следует по списку Это у нас идет моральный вред Моральный вред, как мы сейчас услышали Никоим образом не подтвердил У нас неестественный его представитель Обращение в суд не является моральным вредом У нас гражданский кодекс И закон защиты прав потребителей Четко регламентирует Ну и в том числе обзоры пленума Верховного суда Что такое моральный вред, чем он подтверждается И так далее и тому подобное Единственное, что да, у нас закон защиты прав потребителя Подразумевает взыскание морального вреда В любом случае, если есть нарушение прав потребителя Поэтому, если уважаемый суд, что в данном случае Нарушение прав потребителя есть Полагаем, что возможно взыскать моральный вред С учетом положения дел И также с учетом положения статьи 10 Гражданского кодекса О злоупотреблении правами В данном случае мы полагаем, что вся эта ситуация доведение ситуации до суда, это является как раз-таки злоупотреблением права со стороны истца, и как-то не закреплено у нас в законе защиты прав потребителей, и вообще в федеральных законах это является так называемым потребительским экстремизмом. Далее, что у нас касаемо штрафа. Относительно и штрафа, и неустойки у нас федеральный законодатель предусматривает применение статьи 333 Гражданского кодекса и уменьшение ее. В данном случае мы полагаем, что даже если у нас признает суд обоснованным требованием истца расторжения договора купи-продажи, ну в принципе мы не возражаем на себе расторжение и изыскание данных денежных средств, то просим суд снизить штраф, неустойку, моральный вред, ну до разумных пределов, именно там до минимальных значений, потому что никаких нарушений из страны ответчика мы не видим. Ну да, ну да, пошел я нахер. Что у нас касаемо оплаты услуг представителя, как мы с вами понимаем, спор о защите прав потребителя это распространенный спор, который не требует определенных каких-либо умственных познаний, хватает буквально там скачать формальные исковые заявления, практики судебные тоже навал, поэтому сложность судебной работы, претензионной работы, исковой и так далее и тому подобное здесь не предусмотрено. Таким образом, уважаемый суд, не отнимать ни у кого внимания, просим исковых требований отказать, но если суд сочет данные требования обоснованными, соответственно, снизить размеры и неустойки морального вреда штрафа, а также судебных сдержек до минимального значения. Спасибо за внимание. Прошу приобщить также возражения к тексту. Минимальные значения какие, по вашему? Предложили что-нибудь? Уважаемый суд, нет, я не предложил, но исходя из практики аналогичных дел по закону штрафа потребителя, это моральный вред буквально рублей 100, неустойка, естественно, не может превышать, во-первых, сумму проданного товара, но в данном случае она все равно, мне кажется, завышена, рублей 10 хватит. Соответственно, штраф мы тоже полагаем 10% от общей женской эстонии. Я про услуги представителей данной штрафы. Вы полагаете, 1000 рублей чем-то обоснованно? Более чем за глаза. Конечно, там все он ими обоснованно, уважаемый суд. Как-то вы тогда все сократили из того, что обоснованно? Нет, ну я не ссылался на тариф адвокатской палаты Тульской области уже на 100 тысяч. Ну, исходя из общей практики, да, то где-то тысячу-две взыскивают по более сложным делам, а тут уж... Позвольте, уважаемый суд. Вы просто про разумность, неразумность указали? Да, уважаемый суд. Все? Да. Пожалуйста, ваши вопросы есть к представителю? Да, да, позвольте. У вас есть? У меня много. У вас много вопросов? Кто из вас начнет? Давайте. Тогда вставайте. Давайте. Позвольте, прошу. А скажите, вот вы... А вы предлагали за ваш счет возвратить товар Казанцеву? Это подразумевалось, пожалуйста. Мы предлагали вернуть товар. Можно всегда договариваться. Никто же не спорит. Я конкретно вопрос, уважаемый оппонент, уточняю. Вы предлагали за ваш счет вернуть товар Казанцеву? Ваши доводы отражают ответ на претензию моего доверителя. Да, конечно. А, то есть там содержится, что мы предлагаем вам вернуть товар за наш счет. Там просто содержится. Мы предлагаем вернуть товар. А дальше можно уже решить вопрос, как это будет товар возвращаться за наш счет, за его счет. Понятно. Это называется досудебный порядок урегулирования спора. Ясно. А скажите, пожалуйста, а в чем причина была обращения моего доверителя к вам претензионного порядка? Не знаю, может, поверьте, что мы поговорим. Я правильно понимаю, что вы представитель продавца, реализующего товар? Вы прибыли представлять, и вы не знаете? Я правильно понимаю вас? Может быть, мы что-то не знаем? Или в материалах дела отсутствует? Вы конкретизируйте вопрос. Вы вопрос задайте. Не надо ничего понимать. У вас уже сложилась ситуация. Истец приобрел товар. Товар оказался с истекшим сроком годности. Никто не спорит. Этот факт никто не оспаривает. Он обратился к продавцам. Тут же, как я поняла, пришел. Пояснил им и попросил возврата денежных средств. Не вернули. Предложили возвратить товар. В ответе на претензию тоже пишут. Возвратите товар, мы вам деньги. Уже все сложилось. Что-то... Вот другое из этих документов. Ну, не следует. Вы что-то конкретный вопрос задайте, чтобы представитель мог ответить. Так, 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 так. А давайте оценку тем действиям, которые... Вот, пожалуйста, принесу, скажите мне, как вы считаете. Пожалуйста, вопросы. В данной ситуации только вопросы. А вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Скажите, я правильно понимаю, что набор гелевых ручек, приобретенный моим доверителем, вы считаете товаром ненадлежащего качества, проданного ему? С истекшим сроком годности, да, конечно. Подтверждаете данный факт, да? Да, да. Это было подтверждено с момента покупки, с момента его обращения на кассу к моему доверителю. Скажите, а что вы производите с таким товаром, который находится? Вот, находитесь с истекшим сроком. В дальнейшем же идет работа с поставщиком. Поясните состава суда. А я не обязан состава суда объяснить. Ну, то есть вы данный товар... У нас идет спор конкретно по проданному товару. Какая разница дальнейшая судьба этого товара. У нас не стоит вопрос относительно дальнейшей судьбы этого товара. У нас стоит спор о том, что был продан товар с истекшим сроком годности. Все. Значит, уважаемый оппонент, я правильно вас понимаю, что мой доверитель данный товар вам... Обязан был вернуть. Обязан, да. Ой, ну что же вы так реагируете? Но тем не менее, как мне вопрос задают, так я и отвечаю. Тимонечко. Мужчины, пожалуйста, уважительно относитесь друг к другу. Пожалуйста, спокойно. Если кого-то приход в суда, какие-то нервные клетки ваши заставляют будоражить, пожалуйста, какую-то успокоительную приняли. У нас спокойное судебное заседание. Пожалуйста, мы не перебиваем суд, мы соблюдаем свои процессы. Пожалуйста, вот-вот-вот, эмоции. Что такое суд? Вот эмоции все убираем, задаем вопрос, получаем ответ. Нравится он нам, не нравится. Ты терпи, моя красавица. Впоследствии у принято можете дать оценку, что вы не согласны с таким-то доводом такой-то стороны, потому что вы считаете вот так, и это основывается на таком-то, таком-то законодательстве. Все, пожалуйста, Роман Владимирович, перебила? Да, перебили. То есть я правильно вас понимаю, что Казанцев был обязан вам вернуть такой приобретенный товар с истекшим сроком годности, но тем не менее вы не знаете, куда вы в дальнейшем деваете такой товар? То, что он был обязан вернуть товар, да, он обязан, а куда его деваем дальше, я знаю, единственное, я не обязан об этом говорить сейчас в процессе. А скажите, пожалуйста, правомерно ли поступили продавцы по отношению к покупателю Казанцеву, не вернув уплаченную им денежную сумму? Они потребовали от него также возврата товара. Исходя из судебной практики, тем более, что он только приобрел его, и, как он утверждает, он его употребил. Таким образом тригелевые ручки можно употребить, не отходя от кассы, это не для меня вопрос. А скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что доводы употребления, утилизации и прочее подобное от этого товара с истекшими сроками могут лечь в основу решения суда? Немножко не понимаю. Ну, разница имеет, что он сделал с этим товаром с истекшими сроками? Употребил, выкинул, взломал? Да, имеет. Объясню, опять же, если отталкиваться от судебной практики, и позиции Верховного Суда, которая также толкует неверную норму материального права, то при невозврате товара ненадлежащего качества продавец вправе взыскать с потребителя неосновательное обогащение и по 308-й статье Гражданского кодекса еще и штраф. Скажите, а я правильно вас понимаю, что вы такой товар сначала считали, что он ему не подошел по каким-то причинам? Не могу сказать, как мы изначально считали, потому что я заключил договор о наказании юридической помощи своему доверителю только буквально неделю назад. И? Насколько я знаю, позиция моего доверителя была изначально о том, что они не возражали, и более того, исходя из просмотра моего видео, там не возражали продавцы верные денежные средства. И ему сказали... Ну, понятно же, все как-то лирическое отступление такое. Угу. Еще вопросы есть? Да, сейчас, уважаемый суд. Скажите, а я правильно понимаю, что мой доверитель часто приходит в Аликса и выявляет у вас товары с истекшими сроками годности? Суд рассматривает в рамках заявленных требований. Да, но мы уже просим, уважаемый суд, проявить... Я не знаю, как часто обязать прекратить Аликс противоправные действия. С какими целями и с какой целью? А, ну то есть вы не знаете... Противоправные действия должны быть... Не должны производиться в силу закона. Все противоправные действия, не только юридические противоправные действия... Мы просим частное определение или что-то проявить в отношении этого Аликса. Действительно недопустимо. Это носит систематический характер нарушения. И даже если этого нету суда? Есть. В открытых источниках новостные мы представим. Пожалуйста. Вопросы задавайте, пожалуйста. Что касаемо настоящего спора. Уважаемый суд, не надо расцегивать, нагружать судебную систему. Да. Скажите, вы готовы от нас принять этот товар, вот эти наборы гелевых ручек, но за ваш счет? Да. Готовы принять? Да. Хорошо. Тогда будут наняты специалисты, мы вам представим платежные документы, где будет произведен поиск таких ручек. Ну, то есть там... На помойке. Ну да. Ну сколько? Ну, тысяча двадцать, наверное, да? Вот мы разговаривали. Ну, тогда мы уже... Выгод рассмотрены вопросами на злоупотребление и правом. Ну, секундочку, секундочку. Мы рассматриваем исковые требования о том, что ИСЦУ продали ручки с истекшим сроком годности набор. В наборе было сколько ручек? Три. Три. И только в отношении этих трех ручек. А найти вы где-либо можете и миллион. Но это не имеет к этому делу. И доказать то, что эти ручки действительно проданы были Алексом, и они с истекшим сроком, тоже надо будет. Но мы рассматриваем, еще раз повторяю, каждый суд, гражданское дело рассматривается строго заявленных требований. У нас есть истец, его права нарушены, у нас есть ответчик. Все. А скажите, пожалуйста, как Вы считаете, вот товар, гелевая ручка с истекшим сроком годности, могла ли соответствовать тем свойствам, как она была первоначально выпущена заводом-изготовителем? Ну, могла ли? Пожалуйста, отвечу на такой вопрос, что данный вопрос требует специальных познаний в области каллиграфии, в области обращения с гелевыми ручками и иными товарами, не пищевыми. Соответственно, я не обладаю такими познаниями ответчиков. Да, этот вопрос вообще снимается. И даже он не доказывается, потому что уже доказано, что ручки проданы с истекшим сроком годности. А могли они быть употреблены? Могли они писать? Не могли они писать? Это вообще не является предметом данного спора. Они признают, что ручки с истекшим сроком годности. Да, не отрицаю. В силу того, что они с истекшим, они не подлежали продаже потребителю. Все. А могут они писать? Не могут они писать? Может быть, они сами ими потом пишут? Это уже, это нас. У нас есть конкретный факт. Реализация некачественного товара. Да. Все, Роман Владимирович, только поэтому, пожалуйста, вопросы. А что-то наши из области, а могли ли, не могли ли? Нет. Конкретный вопрос, конкретный ответ. Пожалуйста. Вот вы в возражении представили состава суда по оказыванию юридическим услугам моему доверителю. А скажите, а подобный спор, он каждодневный, что ли, по закону защиты прав потребителей? Во все судах... Характер спор, вы понимаете? Характер спор, конечно, понимаем. Он каждодневный? Ежедневно, во всех судах Тулы и области, если касаемо нашего региона, рассматривается огромное количество дел о защите прав потребителей. Это и пищевые продукты, и товары непищевого характера, и мебель, и техника, и транспортные средства. Все это регулируется законной защите прав потребителей. Категория огромнейшая. Я правильно понимаю, что вы не согласны своей компетенции, представленным юридическим услугам, раз возражаете вы за... Не согласны, конечно, поправляют ваш доверитель. Секундочку, с чем вы не согласны? С размером. С размером? С размером. Никто, ни чью квалификацию не подвергает сомнению. И у нас нет ни у суда, ни у ответчика, нет такого желания, права. Вот ваш истец вам доверяет, значит, все нормально. У вас есть человек, который оценивает вашу работу. И вот он оценивает вашу работу. Пожалуйста, ваши вопросы. Уважаемый суд, я подготовил ряд вопросов, ответы на которые будут влиять на то, какие моральные страдания я испытал в данном магазине. Поэтому вот я буду задавать вопросы в рамках чисто ситуации, которая происходила в магазине, в рамках закона о защите прав потребителей, в рамках закона о сфере торговли. Пожалуйста. В вашем магазине запрещена съемка? Нет. Не надо снимать. Так, не надо на меня кидаться. Так, я охрану что вызываю? Да вызывайте. Не надо снимать на камеру. Давайте я тебе заведучку забыл. Давайте. Не надо меня снимать. Вас видно? Я вас не снимаю, я веду видеофиксацию. Молодой человек, уберите, пожалуйста, телефон, давайте мы с вами поднимаем. Мужчина, у нас видеосъемка запрещена. Что говорите? У нас запрещена видеосъемка. Съемку не запрещайте только в будущем, ладно? У нас запрещена съемка. У кого у вас? В магазине Алекс. Вы в России находитесь? В магазине Алекс. А выставаться в центре можно? В коммерческой организации свои правила. Ну, вам, как сотруднику, запрещено вести съемку, я понимаю. Нет, вам, как посетителя, запрещено провести. Вам запрещено проводить. А как мне могут запретить-то? Я же не работаю у вас. Хорошего вам дня. В ваших магазинах ведется видеонаблюдение? Не могу сказать, не знаю. У вас висят таблички перед входом в ваш магазин, предупреждающие посетителя о том, что ведется видеосъемка? Я в нашем магазине не отдам. Хорошо. В вашем магазине запрещено покупателям вести видеосъемку? Не могу сказать. То есть, когда ваши... Ну, что значит не можете сказать? Потому что я не знаю, я не закупаю товары. Вы просматривали видео? Вы просматривали? Маня, секундочку. У суда видео нет раз. Все, все, хорошо. Никакие основания ваши и в объяснениях ваших о том, что вы и за это хотите и предъявляете исковых требований, тоже нет. Вы говорите о том, что вам запретили. Но никаких исковых требований по этому поводу вы не заявляете. Вы это относитесь к моральному вреду. Я правильно понимаю? Да. Все. Понятно. Скажите, вам знакомо постановление правительства номер 2463 от 31-12-2020? О чем? Я скажу. Ну, сначала скажите, а потом он уже скажет, да или нет. Вот и даже мне на слух дата и номер... У меня все записано. Секундочку. Вы задаете вопрос. Давайте так, чтобы уважать друг друга. Вы задаете вопрос. И хотите, чтобы вам ответили на него. Вот он говорит, нет, потому что на слух воспринимая, а в чем именно этот документ. Ну, наверное, очень сложно. Вам знакомо постановление правительства номер 2463 от 31-12-2021, вступившее в силу с января 2021 года, гласящее о том, что это правило торговли в данный нормативный акт скрепили право на проведение видеосъемки в магазине. Вам знакомо это? Да, конечно. То есть, согласно правилам торговли, видеосъемку в магазине покупатель может вести. Ну, теперь непонятно. А я же вам ничего об этом не говорил на первый вопрос. Первый вопрос был, можно? Я сказал, да. А на каком основании тогда ваши продавцы запрещали видеосъемку? А где вы сказали, что там запрещали видеосъемку? Даже в досудебной претензии у меня указано, что продавцы запрещали мне производить видеосъемку. А чем это доказано? Видеоматериалами. Как им видеоматериалами? Это к моральному вреду относится, уважаемый. Я бы поняла, как объяснила это. Вы все ссылаетесь на видеоматериал. Одна сторона, вторая сторона. Я не ссылаюсь. Я не ссылаюсь. Скажите, вам знакома статья 11.1 КОП РФ Самоупраста? Конечно. Скажите, если предположить, что ваши продавцы запрещали мне видеосъемку в магазине, они совершали Самоупраста? Это уже из разряда юридической консультации этого к своему доверителю, представителю. Скажите, вам знаком пункт 5 статьи 18 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года о защите прав потребителей? Только что я на него ссылался, и вы на него ссылались о продаже товара ненадлежащего качества по истекшему сроку годности. Ну, в частности, по сроку годности, да. Статья 5-я. Это, наверное, в возврате товара, нет? Да. Подождите, 5 статья? Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека, либо иного документа, удостоверяющего факты и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. На каком, предположим, на каком основании в вашем магазине отказывали сделать воздраженный некачественный товар без наличия чека? Вам без наличия чека никто, по-моему, насколько я знаю, не отказывал. Вам отказывали в том, что вы не возвращаете товар ненадлежащего качества. Чек я должен был предъявить? Не обязательно. Не обязательно. Скажите, вам знакома 503 статья Гражданского кодекса? Конечно. Можете ее озвучить? Нет. Знакома, но не можете озвучить? Нет, конечно. Все, понял. При возврате покупателя, уплаченной за товар суммы, продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара, из-за полного или частичного использования товара, потеря им товарного вида или подобных состоятельств. А кто ему говорит об уменьшении? Скажите, пожалуйста, я товар полностью употребил, выкинув его в мусорку. Я не знаю, каким образом вы его употребили. Я употребил, выкинув его в мусорку. А где указаны, что вы его в мусорку? В досудебные претензии это и указано. Разница какая? Что еще, как только употребили? Разницы здесь не имею. Последствия расторжения договора купли-продажи, указанного в моем разражении на исковое заявление, почитайте. Я мог выкинуть данный товар? Не могу. Не мог, потому что я не обладал правом им пользования. Вы хотите сейчас расторгнуть договор купли-продажи? Да. И вернуть денежку? За некачественный товар, который я полностью употребил. Вы его не должны были употребить. В смысле, это мой товар, я не могу его полностью употребить? Он тогда вам денежку не положил. За некачественный товар? Тогда у вас получается неосновательное обогащение. Товар, который стоил 0 рублей при продаже? Какой он стоил 0 рублей? А сколько он стоил? Экономических ценностей не имел. Будьте любезны, сейчас ваш преддверитель выступает. Скажите, у вас на предкассовой зоне продаются различные продуктовые товары, типа печенек, газировок, сникерсов и тому подобное? Не могу сказать. Не можете. Я вам утверждаю, что на предкассовой зоне такое продается. Я заказываю все в офис. Скажите, если ваш покупатель купит печеньки, съест пару штук, ну или полностью их употребит, а потом обнаружит, что печенье было просрочено, но у него останется упаковка от товара, на которой будет информация о сроке годности и чек от товара, и он захочет сделать возврат, вы ему также откажете в возврате за проданный некачественный товар? Таким образом, это относится к настоящему скору. Хотя ранее я на этот вопрос уже, уважаемый суд, отвечал. Ответьте, пожалуйста, у него. Почитайте закон о реализации и обороте пищевых продуктов. Я конкретно про печеньки спрашиваю. Вы повернули покупатель? Печеньки, это уже, опять же, хорошо, это уже, опять же, из разряда юридической консультации, это у вас по своему представителю. Я вас спрашиваю, как представителя юридического лица, который занимается... А я вам говорю, что этот вопрос к настоящему спору относительно печенья, к уважаемый суд, не относится. Хорошо. Мы вот предположим, что вы там продали, что вы не оказали консультации, мне так что... Мы здесь предполагать можем до завтра. Вы будете требовать от него вернуть съеденные печенья? Я выше ответил на этот вопрос. Снимается данный вопрос, потому что в данной ситуации рассматривается только касаемо... Не продуктов питания. Хорошо. Скажите, а я могу воспользоваться услугами массажиста? Боже, что-то здесь тоже вопрос... Данная услуга будет являться услугой. Я могу ею воспользоваться, употребить эту услугу? Каким образом это относится к настоящему спору? Я хочу донести до суда и до ответчика, что слово «употребил» не означает, что я обязан товар есть. Употребить я могу различную услугу. Воспользоваться массажем, употребить ее на себе. Воспользоваться ручками, употребив их тем образом, что я их переместил в свой рюкзак. Употребить – это не значит, что съесть. Это мое желание воспользоваться товаром. Суд понял вас. Пожалуйста, ваша позиция. Для этого не надо было задавать такой вопрос представителю. Ответчику надо было просто дать, как ваше объяснение. В своем ответе вы ссылались на следующую норму. При отказе от исполнения договора розничной купли-продажи с требованием возврата уплаченного за товар сумму, покупатель потребовался и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества. Вы согласны с тем, что за ваш счет, за счет продавца я должен вернуть некачественный товар? Ну, отвечает, да, что должен. Правильно ли я понимаю, что когда продавцы отказывают мне в возврате за просрочку, а магазин, где мне ее продали и предлагали мне приехать к вам в офис на Болдина, вы мне эти расходы на такси покроете? В бухгалтерию. В бухгалтерию. Угу. Все, я поняла. А дорогу мне оплатят до Болтерии? Ну, дорогу мне оплатят просто, лишние траты. Молодой человек, от нас еще выходят. Вы даже не убедились, что товар качественный, некачественный, и посылаете меня куда-то. Вы сначала сами убедитесь. Сереж, я отправлю в бухгалтерию, он говорит, мне пусть оплачивают дорогу, я поеду. Да, почему мне на месте возврат не сделают? Вот, 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 приезжайте на Болде. Я прямо сейчас приеду. Я вам уже объяснила, где вы ее можете получить. А у вас не могу сделать возврат за некачественный товар? Мы уже с вами обо всем поговорим. Ну, ладно, поеду. Дорогу же мне оплатят, да? Я не могу сказать позицию, что у вас доверителя. Доверителя? Вам тогда? Нет, здесь о другом речь. О том, что я находился в магазине, и мне отказывали возврат и говорят, поезжай на Болдинг, главный офис. Там тебе сделают возврат. Вам предлагали сразу возврат сделать? Там видео нет, но они мне еще на такси предлагали поехать в офис. Мне вот эти расходы на такси покроются? Я что? Не знаете. Какие действия должен совершить продавец, если к нему обратился покупатель с требуемым сделать возврат за некачественный товар? А только должностной инструкции у продавца указано, что когда покупатель требует возврат за некачественный товар, ваши продавцы вызывают на него охрану. Может, вы кого-то еще-таки охрану мне поможете вызвать? Не могу сказать. В данном случае рассматривается спор о защите прав потребителей. Все, что касается нарушения должностной инструкции сотрудниками. Это относится к работодателю, к нему прерогативу. Это локальный нормативный акт. И если какой-то трудовой спор возникает, это туда, пожалуйста. Согласен, уважаемый суд. Дело в том, что в данном магазине на меня зачем-то вызвали охрану, хотя они, в принципе, могли сделать возврат. Пожалуйста, это вызывает сотрудников полиции о том, что вас неправомерно задержали. Я вызывал. Но, к сожалению, охранник убежал. В случае продажи некачественного товара покупатель в вашем магазине имеет право оставить претензию? Конечно, это право покупателя. Продавцы обязаны выдать покупателю ручку и два листка бумаги для написания претензий в вашем магазине? Не могу сказать. Может, дефицит нас товара. А если покупатель сам напишет претензию и придет в магазин ее подавать, он может так сделать? Закон защиты прав потребителей не ограничивает виды подачи претензий исполнителю, продавцу и так далее. На каком основании ваши продавцы отказываются принять претензию покупателей? Нет, я вам претензию все оставлю. Примите? Нет, я ничего не знаю. А кто же отказывался? Ну, вы не отказывали. Кто же вам отказывал? Кто же вам отказывал? В вашем магазине продавцы бейджики с именами носят? Не могу сказать. Я же не был в магазине. Хорошо. Предположим, если у вашего продавца нет бейджика, и я к нему обращаюсь, он обязан представиться? У меня. Должностная инструкция. Должностная инструкция. Все, я понял. Вот у нас сейчас июнь месяц. Скажите, если на вашей продукции указано, что товар изготовлен 6-го 21-го, и у него срок годности 1 год, до какого числа и месяца этот товар будет находиться в реализации? Напомню вам, что... Мне кажется, что продавцы в данном магазине, они не очень знают закон о торговле. Я нашел у них в тот же день продукцию вот с такими сроками и предложил ее утилизировать. На что мне ответили, что... Ну, не 6-й, 21-й. Роспомеднадзор. Максим Сергеевич, еще раз вам разъясняю, что мы рассматриваем ваше исковое требование в рамках только того договора купли-продажи, который вами заключен. Все, что касается других товаров, которые... Да. Вот у нас пока нет этого. В данном магазине я выявил еще просроченную продукцию с подобными сроками в феврале. То есть там было указано, что срок годности до февраля. И при вопросе продавцам, снимут ли они ее с реализацией, мне сказали, что она годна до конца февраля. Я считаю, что данные неадекватные, неграмотные действия продавцов также мне, как покупателю, нанесли моральный вред. У вас продавцы фоткают на свой личный телефон всех покупателей или только избранных, как я? Блин, удалите фотку, нельзя! Ну как ответить на этот вопрос? Я полагаю, что это вопрос того продавца, который вас сфотографировал, а никак не к представителю организации, который представляет интересы ответчика в данном конкретном споре. Скажите, как считаете, это вообще нормальное действие от продавца-покупателя? Это личное мнение уже, уважаемый, что так же не относится. Ну я опять же считаю, что такими действиями... Не надо превращать судебный процесс в балаган. Есть вопрос, есть ответ. Я еще раз поясняю, что вопросы должны касаться конкретного предмета спора. У нас с вами предмет спора по заключенному договору купли-продажи между Устем и Ответчиком 17 февраля 2022 года набора гелевых ключевых. Все, ничего более другого мы не рассматриваем. Хорошо. То, что вы говорите о том, что вам причинен моральный вред, да, вы уже практически доказали, что нарушены ваши права потребителя, раз, что вам запрещали делать видеосъемку, два, то есть, да, вызвали охрану, три, конкретные вопросы по данному из кого... Скажите, вы знаете разницу между понятием гарантийный срок, срок годности и срок службы? Конечно, знаю. Вот в своих возражениях вы ссылались, что не отрицается тот факт, что продали мне товар с стекшим сроком службы. Поясните, пожалуйста, в данный момент. Мы не отрицаем, что продан товар с стекшим сроком годности. Но в своих возражениях вы написали, что с стекшим сроком службы. Опечатка. Опечатка. Целое слово «опечатка». Я вас понял. Согласно вашему ответу на досудебную претензию, вы указывали, цитирую, «товар, который не подошел по техническим параметрам или другим характеристикам, мы готовы принять и вернуть вам деньги». Скажите, а обменять товар, который я у вас купил, если меня не устроила характеристика, я могу? Причем здесь иной товар. Мы рассматриваем конкретно. Какой иной товар? Он же что-то об этом говорил. Какой иной товар? У нас, секундочку, это риторический вопрос, не касаемый данного дела. Правильно ли я понимаю, что для вас то, что товар просрочен на год, это всего лишь техническая характеристика? По вашему ответу я проследую. Я указывал, что товар просрочен на год. Вы говорите, товар не подошел по характеристикам. Ну, возможно, представитель, который писал этот ответ, так указал. Вот, то есть представитель, который писал мне ответ на мою досудебную претензию, указывает какую-то чушь, тем самым нанося мне опять же моральный вред. Я рассчитываю, что юридическое лицо, когда дает ответ своему покупателю, обязано следовать букве закона и писать нормальные ответы, а не вот то, что они мне написали. И опять же, я в своих исках, в своем иске указал компенсацию морального вреда. Здесь ни слова не сказано о том, что мне отказано, мне одобрено компенсацию морального вреда. В досудебном порядке компенсация морального вреда не взыскивается. Почитайте законы, не оплачивается. Не взыскивается. Там ни в тусусе, ни в судебном порядке ничего не взыскивают. Суд определяет размеры. Согласно вашему, скажите, вот это вот ваш ответ? Ну, ваша фирма ответа. Уважаемый суд, вот, пожалуйста, прочитайте. Вот здесь вот. Хорошо. Можете прочитать вот последний абзац? Ну, вы сами-то прочитаете. Я прочитаю. Волосите, пожалуйста. Вот вы, огласите. Можете прочитать последний абзац? Нет, не вижу. Хорошо, не вижу. Согласно вашему ответу на досудебную претензию, вы указывали, цитирую, будем рабы видеть вас в наших магазинах. Опечатка. Скажите мне, просто не очень понятно, в данном случае, кто является, по вашему мнению, рабом? Вы, как сотрудник магазина, или покупатель, повторно пришедший к вам в магазин? Уважаемый суд, опять же, у нас все-таки здесь не надо... Дмитрий Сергеевич, не превращайте, не передергивайте, пожалуйста. Дали вам ответ. Ответ все равно говорит о том, что они готовы удовлетворить при возврате вами товара. Это самое основное из того... При возврате мне товара. При возврате вами товара. Я считаю, что упаковка от товара – это часть товара. Я не даю оценку ни вашим, ни их, но они вам указывают. Скажите, я изначально в магазине представлял упаковку от товара? Откуда же я знаю, что это был в магазине? Ну, вы отрицаете этот факт или как? Я не могу сказать и подтвердить, и отрицать его. Я не был в магазине, я не присутствовал при этих обстоятельствах. А если бы я представлял упаковку от товара, мне обязаны были упаковки? А это предположение, не могу оценивать. Я оцениваю конкретный спор. Если покупатель предоставляет... Я не консультирую, 5 тысяч рублей консультация, пожалуйста. Какие 5 тысяч? Я тысячу рублей вам готов заплатить. Тысячу рублей возьмете? Ну, вы можете другому представителю тысячу рублей заплатить. А, то есть, а вы 5 тысяч берете, да? То есть, моему тысячу, а вам 5. Я понял все. Я еще также могу напомнить о том, что в случае частичного удовлетворения требований потребителя, проигравшая сторона может также частично взыскать судебные издержки. В долях там, я знаю. Правильно ли я понимаю, что вы мне продали просроченную на год ручку? Возможно, правильно. Я не знаю, как вы это понимаете. Уважаемый суд, в данном магазине и в других канцелярских магазинах реализуются ручки в подстаканниках, на которых нет никакой информации. Я данные ручки, которые были в упаковке, которые я приобрел, я отказался им возвращать по той причине, что я знаю, что когда ручки стекают со сроком, они их перекладывают в другую тару без какой-то информации. Информацию на данную продукцию они предоставить не готовы. И тем самым я считаю, что они занимаются злоупотреблением права, продавая в дальнейшем просроченный товар. Поэтому я его просто беру и выкидываю на улицу. Мне эти ручки просроченные на год не нужны. Считаете ли вы сам факт продажи мне просроченного товара нарушением моих прав, в связи с чего я могу потребовать компенсацию морального вреда? Возражение доказано. И я пояснял это. Мы не отрицаем факт продажи вам товара с истекшим сроком годности. Я это значил с этого как раз в свои возражения. Получается, в этом случае я имею право на компенсацию морального вреда? Это идиотно, конечно, это ваш вопрос. Каким образом я могу необоснованно обогатиться просроченным товаром? А это почитайте, практику судебную. Там ссылочки есть, потом досуге. Я могу у вас в магазине приобрести просроченный товар? Я что-то тут, видимо, нет. Нет? Нет, конечно. А как же мне его тогда продали? Да, Господь же с вами. Вы же не отрицаете факт, что мне продали просроченный товар. Вы спрашиваете, могу ли я приобрести у вас это в будущем? Мы сейчас смотрим конкретный срок, вы уже приобрели его. У нас конкретный срок. Еще раз повторяю. Вы свое время тратите и мое время тратите. И тратите время представителя. Вопросы, касаемые только данного факта. Сколько стоит просроченная нага-тручка? Я штуку знаю. Все, просроченный. Вы хотели что-то дополнительное спросить? Да, позвольте. А скажите, пожалуйста, а вот коснулись сейчас вопросы по действиям и прибегая к вызову охраны. Скажите, а вот эта вот охрана, да, она какие-то пренебрежительные жесты моему доверителю что-то проявляла, показывала? Ты что себе позволяешь? Ты что себе позволяешь? А? Ты кто такой? Удостоверение покажи. Удостоверение покажи. Не знаю. А я правильно вас понимаю, что ранее вы состава суда указали на то, что вы ознакомились с видеоматериалом в открытой... У состава суда нет видеозаписи. У состава суда нет видеоматериала. Я не могу оценивать то, что вы мне говорите. У меня этого нет. И ссылаться на документы, которые суда не предоставлены, наверное, не совсем правильно. Да нет, может представить, не вопрос. Мы просто думаем вообще в этом заседании рассмотреть дело, поэтому ничего. Ну, если бы вы третий раз не подавали бы уточненные заявления, мы бы рассмотрели. Да так можно, он тоже не возражает. Понятно. Скажите, а вы являетесь работником компании «Алекс»? Нет, конечно. А вы не трудоустроен там? Нет. Все дела «Алекс» я веду отдельно по дворам. Ну и своя юридическая фирма. А, я вас помнил. Роман Владимирович, взянуть, пожалуйста, пожалуйста. Все, уважаемый суд. Вопросов нет. Вопросов нет. Нет. Мы вас довестим. Что у вас есть за документов? Вы, это сам, должны нам что предоставить? Нам должны предоставить. Что, скажете, кто предоставил. Что предоставил. Все, я не знаю, это. Это судебная претензия. Как свободная? Не, ну в плане этого. Присеть, да, присеть нужно. Так. Ну, где папа поданная? Так, представлена поданная паповка, которой вот указана дата. Так, это у нас есть одна. Здесь я можно уточню, там, где будет? Что? Вот здесь прописано. Я все прочитаю. Прочитаю, да? Четыре раза пока нашли. Хорошо. Вот вы даже, вот вы даже четыре раза на это потратили время, а продавцы это вообще даже не знают. Ну, потому что написано вот так вот, что не совсем. Мы тут по иероглифу и все нас видят. Так, претензия под... Чеки. 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 Так, так. Чеки. Все? А там больше, наверное, ничего нет, да? Отвечено. Ну, а, ответ. Вот, ответ. Ну, ответ. Ответ на претензию. Он вам электронный пришел подпись или с чего нет? Под дописью, ручка черная. Даже не помню. Так, что я вам могу сказать? В связи с подным вытащенным заявлением дело откладывается. Да. Ну, давайте спланируем так, чтобы было всем... Ну, может, на 8-ое, на утро, прям, где-то часика в день, в 10-ое, как с Тартаневым. 10-ое, до 10-ое. Давайте на 1-ое июля. Давайте там, может, попозже. На 1-ое июля. 1-ое июля человек в отпуске. Ну, давайте просто попозже. У меня 8-ое пока еще вообще ничего не назначено. Давайте 11-ое. Давайте в 10-30. У вас устроится? У меня точно, да. Роман Владимирович. В 10-30. Да. Итак, дорогой зритель, ты посмотрел первое судебное заседание с Алексом по поводу просроченной ручки, и теперь вы можете оценить позицию ответчика. Что считает ответчик? Что товар все-таки они мне продали просрочный, но они при этом не согласны с тем, что должны компенсировать мне моралку, не согласны с тем, что должны мне заплатить за юриста. Все еще считают, что я должен им вернуть эту просроченную ручку. Обойдетеся, ребята, обойдетеся. Вы, дорогой зритель, можете сейчас сделать ставки. Какой же все-таки будет итог суд? Признает ли суд, что нет разницы между просроченной колбасой, просроченными подгузниками, просроченными капсулами для стирки и просроченной ручкой? Могу ли я сделать возврат чисто по упаковке? И какую же все-таки компенсацию присудит мне суд? Делайте ставки и смотрите дальше. Как его Александр? Александр Александрович. Саша, Саша, come on. Алло. Александр Александрович. Как вы? Доброе утро, Роман Владимирович Ербикин, который представитель Казанцева в процессе. Вот звоним, уточнить по вопросу мирового соглашения. Просто Казанцев завтра не будет участвовать в заседании? Проект есть какой-то? Мы готовы были бы его рассмотреть, допустим, сегодня. Пока проекта нет, я вот только-только вернусь. Сейчас я буду созваниваться с Алексом, точнее. Но, скорее всего, я так предполагаю, что позиция будет такая, что они готовы вам компенсировать стоимость этих ручек, но будут, наверняка, требовать компенсацию на расходы на представителя. А не требовать компенсацию на ваше представительство, я правильно понимаю? Да. А, с нас? Ну, естественно. Понятно. Ну, в таком случае, мы не сможем согласовать с вами, да, на взаимности. А скажите, а сколько ваши услуги стоят, Александр? В этом процессе? Делал мирового, ну, 50 тысяч. 50? Да. Сколько? Да ты что, охуел, блядь, сука? 50 тысяч. У вас тут договор есть, да, уже? У меня и платежка есть, они мне на фирму переводят. А, понятно. То есть 50 тысяч перевели вам? Конечно. Ясно. Ну, в таком случае, мы не сможем с вами договориться, к сожалению. Или к радости. Как это поделать? Ясно. Ну, да просто я с мировым сувьей Волковой согласовал. Если мировое соглашение, то тогда разбирательство будет отложено. Вот, потому как истец не будет участвовать в процессе, и плюс время ему обдумать. Не проблема. А, ну, то есть, в любом случае, вы условия уже озвучили, и они такими точно будут, да? Ну, еще не точно, я говорю, я попозже с ними буду встречаться, я просто приехал. Вот, поэтому, ну, я предлагаю такой вариант. Наши предложения, извините. А наши предложения, стоимость оплаты юридических услуг по договору, который у вас имеется, и стоимость набора ручек. Сколько? 73 рубля? Без компенсации, без права. А, однозначно нет. Ну, точно, тут даже я и скажу, что у нас на мировой СПП не выйдет, мы с вами. Понятно. Ну, ладно, все, до свидания, хорошего дня. Да, до свидания, пожалуйста. До свидания, спасибо. Ребят, ребят, я просто войду в Катар, ладно? Значит, то есть, то есть, Роман, они, короче, хотят, чтобы они мне вернут деньги за ручку, но так как я пошел с ними на мировую, я с ними пошел на мировую, то я должен заплатить и 50 тысяч за юриста. Ты понял? Не тысячу рублей, не тысячу рублей. Мои услуги стоят... Тысячу максимум, Роман. Нет, это сейс слов. А ты мне заплатил... 17 тысяч. 17 тысяч рублей процесс. Ну, я должен еще 50 тысяч заплатить им. Ну, вот он юрист, он медийная личность, как он говорил, не ссылайтесь на то, что... Между тем, такого договора мы не видели, то есть, представителя с Трио Аликс на 50 тысяч. Чисто... Друзья, это за пределами добра и зла, честно. Мне кажется, за пределами вообще позиция ответчика, что типа, что по мировой вообще я еще и деньги им должен вернуть. Да, да, да. 50 тысяч. Ну, то есть, тебе продали говно, но ты еще 50 тысяч заплати за то, что с нами судишься. Ну, я думаю, при такой позиции мы наверняка после решения суда первой инстанции подадим еще иски на данную организацию, так как закупки уже у меня имеются. Да, все. Так, слушайте гражданское дело, пожалуйста, я Максим Сергеевич, у Аликс, у вас есть правительство. Данное дело, раз на другую раунду, берегу, как присед помощники Биндии. Доверяете нашему, да, что вы можете данное дело? Да. У нас в судебное заседание не явился сам истец, есть его представитель в порядке части 6 статьи 53. То есть, это невозможно начать рассмотреть дело на суду Казанцева? Да. Зимой, мне кажется, какие-то изменительные. Да, позвольте. Прошу приобщить к материалам дела акт об оказании юридических услуг по договору 0103-2022, от 1.03.2022, от 8.07.2022, значит, об оказании юридических услуг Казанцева, положение к договору, поскольку сегодня прение, то есть завершаем, тут расписано. Представим акт об оказании юридических услуг договора 1 марта 2022 года, значит, согласно данного договора. Наверное, условия предварительная консультация по закону защиты прав потребителей в отношении ООО Алекс, претензия ООО Алекс, исковое заявление в 70-й судебный участок, юридическая консультация, дана правовая оценка по делу, уточненное исковое заявление ООО Алекс, ходатайство о привлечении представителя по части 6 статьи 53, и возражение на ООО ООО Алекс, участие в судебных заседаниях, подготовка видеоматериалов. Итого 17 тысяч рублей. Вышеуказанные судьи, выполненные полномобиле, заказчик претензий по объему качества сроком услуг не имеет. Есть ли экземпляр для ответчика? Нет, уважаемый суд, и я не возражаю, чтобы он ознакомился. Вы-то можете не возражать. В соответствии с тем, что второй граждан специального кодекса, вы, как сторона истца, ответы предоставить те документы, которых у лотовщика нет, не имею. Да, да, я про... Помните? Да. Вам документы? Да, вам документы. Документы, если необходимо, мы не делаем. Тут нужно делать ничего. Я возмещу расходы 70-го судебного участка. Спасибо. Это то, что предоставлено в судебном расходе. Все, больше нет хозяйства? Позвольте. Да. Уважаемый суд, прошу приобщить к материалам дела, видеоматериал, о котором все говорили, говорили, ссылались. Не наставим просмотреть его в течение двух минут, то есть по данному видеоматериалу, по обстоятельствам дела. Ну, да, рассмотрение данных, приобщение данных к видеоматериалу, сейчас мы просмотрим и решим вопрос по ним, потому что если они имеют отношение к данному делу, то, наверное, можно ставить вопросы приобщения. Если нет, то, пожалуйста, вы согласны? Насмотрим сюда. Так, все? Да. Ходавство закончилось? У вас нет хозяйства? Нет, тоже нет. Вы исковые требования своего доверителя поддерживаете? Да, поддержим в полном объеме. Все, что ранее говорили, подтверждаете? Дополнить что-либо желаете? Подтверждаем в полном объеме. Все, спасибо. Под судебную, под записью им протокола. Скажите, пожалуйста, вы исковые требования тогда какие поддерживаете? Озычайте. Мы поддерживаем. Вы знаете, что это за полном объеме? Допонятно. Вы признаете какую-то часть или не по полном объеме? Нет, уже мы все-таки не признаем. В отзыве у нас, в принципе, все указано. Мы до суда предлагали завершить спор мировым соглашением. Даже не мировому, а вообще до судебного спор завершить. С возвратом товара, денег и так далее, тому подобное. Ну, позицию свою ранее возлагал, чтобы сейчас уже не разлагалось, но, в принципе, позиция поддерживает. Да, поддерживает, подтверждает. Дополнить ничего не изменяется. Ваша позиция, она вошла. Да, все в протоколе занесено. Да. Да, спасибо. Так, все. Значит так, мы с вами смотрим диск, а потом документы. Диск приобщается к материалам дела. После просмотра приобщается к материалам дела. Пожалуйста. Скажите, мы вчера с вами созванивались? Созванивались. То есть, 7 июля 2022 года. Вы пояснили мне, что у вас есть договор на оказание юридических услуг с Трио Алекс. Все верно? Верно. Это какое имеет отношение к материалу дела, таких требований к вам? Не заявлялась. Ну, давайте выслушаем, какой вопрос у человека. А пока в процессе я хочу установить, наличитует ли он у представителя, ответчика данный договор? Собственно, нет. Этот вопрос мы будем поднимать, когда состоится решение суда, и у нас будет трехмесячный срок для подачи заявления о взыскании судебных издержек со стороны, которые требования были удовлетворены, например, частично. Укажите, пожалуйста, сумму уплаты за ваши юридические услуги. А вы увидите, потом я вам направлю. Нет, а вы мне поясняли по телефону. Ну, вы можете прослушать, вы, наверное, оказались. У суда пока нет заявления о взыскании судебных расходов со стороны. Понятно, просто это будет относиться. Будет относиться, когда будет заявление. Суд рассматривает в объеме заявленных. Да, мы свои доказательства. В данном судебном заседании рассматривается основное заявление Казанцева о защите прав потребителя. Уважаемый суд, я имею право выяснить сейчас в процессе то, что возникло в ходе... У суда нет заявления. У суда нет заявления. У меня есть, я не имею права. Понятно. Понятно. Как вы можете выяснить в судебном заседании о том, что у суда нет такого документа и нет таких требований? То, что я представитель, есть доверие. Но показания, пояснениями представителя, ответчика, это подтверждено. Он пояснял об этих отношениях, что он представляет этот Алекс. Вот мы хотим выяснить, на основании чего. Понятно, что есть наличество и доверенность. У нас есть доверенность на представителя. Этого достаточно для осмотрения. Я понимаю. Я хочу в комплексе все рассматривать. В комплексе, когда будет подано заявление о взыскании судебных расходов, либо еще какое-то, вот тогда мы будем это все выяснять в комплексе. Стоимость моих услуг по Алексу можете посмотреть на сайте арбитражного суда. Там, в принципе, неоднократно уже их интерес представлял. И суммы там тоже можете выяснить. То есть у вас суд общей юрисдикции равно арбитражный суд стоимость? Понимаете, у меня может быть 70 рублей, может быть 70 тысяч. И надо, пожалуйста, отвлекать на те вопросы, которые в данном судебном заседании разрешаться не будут. Я к тому, позвольте мне пару слов сказать, уважаемый суд. Я к тому, что представитель ответчика пояснял, что мои услуги по договору оказания услуг в указанном размере, они являются чрезмерными, а его 50 тысяч, они, значит, в порядке нормального. Скажите, пожалуйста, а у вас лучшее юридическое обозрение есть? Да, есть. Вот ничего. А в чем, а у вас есть? Конечно. Я разъясняю, что в соответствии с статьей 56 гражданского фонсального кодекса каждая сторона доказывает те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих исковых требований, так и своих возражений. В том числе она может представлять объяснения, которых либо признавать, либо не признавать исковые требования, либо возражения. Поэтому это право каждой стороны говорит о том, что ваши рассуды большие, а мои маленькие по сравнению с вами. А это суд уже оценивает и спорится о том, у кого они больше и кто значительнее, но, наверное, не совсем правильно. Я вот на входе сейчас встретил Арсу Ларису Марковну, но у нее там расценка, ого, может быть, Казанцев сразу минус ушел большой. Так, все? Да, уже. Еще есть какие-либо вопросы друг к другу или ходатайства? Если представитель стал. Факт нарушения 3О Алекс в отношении моего дверителя закон о защите прав потребителя подтверждаете? Нет. Невинопадная я! Не подтверждайте. Все. Вопросов нет. Вы же еще не запомнили? Нет, пожалуйста. Переходим к премьерам. Да. Документы есть еще необходимость? Еще раз, мы в прошлом судебном заседании, мы там все повторили. Нет. Пожалуйста, представитель, а мы слушаем вас. Премьер, что желаете сказать? С места позвольте. Но вы хотите сидя, можно стоя. Нам будет приятно. Хорошо. Позиция стороны ИСА остается неизменной. Мы просим состава суда расторгнуть договор розничной купли-продажи, заключенный между Казанцевым и Алекс, в части покупки товара набора гелевых ручек, стоимостью 73 рубля. Взыскать стрелу Алекс в пользу Казанцева денежные средства за данный товар в размере 73 рубля, ровно, неустойку, компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч штраф и стоимость юридических услуг в размере 17 тысяч рублей. Нарушение ответчикам закона о защите прав потребителей очевидно подтверждается материалами настоящего гражданского дела. Претензию проигнорировали. Из этого, соответственно, порождаются правовые последствия в соответствии с законом о защите прав потребителей, изложенные мной выше. Все, спасибо. Просим удовлетворить в полном объеме, то есть по 100% с каждого требования. Слушай, моя позиция неизменна, мы иском признаем в полном объеме. Как мы сейчас в видео посмотрели, это как раз таки подтвердило нашу позицию, что спорная ситуация по большей части возникла как раз таки со стороны истца. Представители, ответчики, продавцы предлагали неоднократно вернуть гелевые средства. На камере на видеозаписи это было видно, ему никто не отказал, ему как раз таки предложили вернуть. Более того, на видеозаписи четко видно, что Казанцев, приобретя товар с истекшим сроком годности, не выходил даже из магазина, спрятал ручки в карман, либо в другое отделение своей одежды, либо тела. И начали сразу же конфликтную ситуацию, что он ручки употребил. Мы это с вами слышали неоднократно. Более того, в дальнейшем в ответе на претензию уже был данный ответ, что, пожалуйста, уважаемый, верните, пожалуйста, товар недвижащего качества, мы возвращаем денежные средства. Уважаемый суд, одно это уже освобождает моего доверителя от взыскания неустойки по закону защиты прав потребителей, потому что в добровольном порядке, как раз таки в досудебном, хотели с ним решить данный вопрос. Из всего этого видно, что также каких-либо моральных страданий и так далее истец не понес. Исходя из сложившейся судебной практики, если суд сочтет подлежащему удовлетворению, требования расторжения договора купе-продажи, то полагаем, что возможен вызывание морального вреда чисто символически, исходя из закона защиты прав потребителей, сложившейся в судебной практике 50-100 рублей. Относительно судебных издержек, уважаемый суд, обычный стандартный спор о защите прав потребителей, не вызывающий никаких особых познаний в области юриспруденции, поэтому, более того, естественно, все-таки со своим предстоятелем, мы полагаем, заблуждаются относительно возврата товара по требованию продавца, поэтому мы полагаем, что и к качеству оказания юридических услуг есть вопрос определенный, поэтому мы полагаем, что тоже следует снизить сумму юридических услуг. Все? В репликах желаете что-то сказать? Да, желаю, позвольте. Вы пополните реплики? Да, закон написан для бодрствующих. Все, спасибо. Это реплика была. Все, ждите. Позвольте вам, как деловому человеку, предложить... Бартер, давайте поспорим на решение суда на 5000 рублей. В общем. Я говорю, что наши требования будут удовлетворены. Но вы же отрицаете нашу позицию. Да, в полном объеме. То, что договор будет расторонут, я знаю, что он будет расторонут. А, все-таки будет удовлетворено наши требования. Частично, да. Я не спорю. Полного отказа не будет. А, ну давайте на сумму поспорим. Вот представляете, скажите другим, тут ребят приходите с ними, судите, тут еще денег дают. Знаете, если бы вы были профессиональным юристом, адвокатом, вы бы, наверное, такой херней не занимались. Ты занимался хуйней. И я часто занимался хуйней. Понятно. Ну, то есть не готовы отставить свою позицию, поспорить со мной? Я не спорю. Не спорю. Все. Я спорю с вами. Все, хорошо. Достаточно. Спасибо. Вас поняли. Президентная часть решения имени Российской Федерации. По слову июля 2022 года, мировой судья, судья, судья на участке 70, советского судья районного Тунингова, при помощнике Клево, из участия представителей лица Казанца в порядке 26-й ст. 53-й гражданского официального кодекса Российской Федерации Рябикина, представитель Адвичкова ООО «Аликс» по доверенности Ильева, рассматривая открытым членом заседания гражданского дела номер 2-1102-70-2022 по иску Казанца Максима Сергеевича ООО «Аликс» о защите прав потребителей, расторжение договора купли-продажи, взыскание стоимости товара, неудержащего качества, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату услугу представителя, в руководстве статьи 194-199 ГБК РФ суд решил, исковые требования Казанца Максима Сергеевича ООО «Аликс» о защите прав потребителей, расторжение договора купли-продажи, взыскание стоимости товара, неудержащего качества, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на оплату услугу представителя, удовлетворить частично, Расторжен договор розничной купли-продажи набора гелевых ручек. Оригинал гель стоимостью 73 рубля 00 копеек от 17.02.2022 года, заключенный между Казанцевым и ООО «Алекс». Заскать ООО «Алекс» ННН 710-400-06-25 КПП 710-401-001 ОГРН 102-710-059-37-83. В пользу Казанцева Максима Сергеевича дата рождения 10.04.1987 года рождения уроженцем Иркутской области стоимость набора гелевых ручек 73 рубля 00 копеек. Неустойка в размере 62 рубля 05 копеек. Компенсация морального вреда в размере 150 рублей. Штраф в размере 142 рубля 53 копеек. Расходы на юридические услуги в размере 2500. Всего 2927 рублей 55 копеек. В остальной части иск отказать. Заскать ООО «Алекс» в бюджет муниципального образования города Тула в государственном пошлине в размере 700 рублей. Решение может быть обжалован в сайте района суд города Тула в эквивалентном порядке через мировую судью в течение месяца. Проводить участвующих в деле или их представителей подать заявление о составлении мотивированного решения суда в течение 3 дней, если присутствуют в судебное заседание, и в течении 15 дней, если присутствует. В случае подачи такого заявления разъясняю, что мотивируемое решение будет созд는데 в течении 5 рабочих дней после поступления данного заседания. Мы вправляем знаком motto с протоколом. Судебное заседание. СлучSE необходимо принести им замечание на протокол. Все, судебное заседание окончено. Копия результата вычис Attack. Спасибо, Бучка. Ну что же, ребят, судебное заседание с Алексом завершилось Судья частично удовлетворила мои требования, а именно она уменьшила компенсацию морального вреда и судебные расходы Почему же все это произошло? Судебные расходы были уменьшены, потому что сама стоимость иска составляла 73 рубля Что, по мнению судьи, являлось малозначительным Судья в своем мотивированном решении пишет Разрешая данное требование, суд приходит к выводу о том, что заявленная исцом сумма в размере 17 тысяч рублей не отвечает критерию разумности Таким образом, судиться за ручку стоимости 73 рубля с привлечением защитника, ну, не совсем выгодно С другой стороны, мне очень понравилось то, что в своем мотивированном решении судья все же указал, что я правильно понимаю нормы толкования 503 статьи Гражданского кодекса И эта статья не относится только к пищевым продуктам, а может относиться также к просоченным капсулам, подгузникам и даже ручке Что же у нас пишет судья? Довод представителя-ответчика о необходимости при расторжении договора возвратом исцом товара основан на неправильном толковании норм права Так как согласно абзацу 2 пункту 5 статьи 503 ГК РФ При возврате покупателя, уплаченной за товар ненадлежащего качества суммы, продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара Потери им товарного вида или других подобных обстоятельств Таким образом все же магазин должен был сделать мне возврат за некачественную ручку еще в момент, когда я был в самом магазине и обращался за возвратом Ладно не вернули в магазине, я же писал досудебку и уже по досудебке они могли мне вернуть деньги за некачественный товар Но они посчитали его качественным, но просто не подошедшим мне по какой-то технической характеристике На мое удивление данное дело не закончено и как вы помните в начале ролика Ивлев озвучил тот факт, что ему заплатили 50 тысяч рублей за оказание судебной защиты ООО Алексу в суде По моему иску о защите прав потребителей в связи с продажей некачественной ручки стоимостью 73 рубля Так вот ООО Алекс подал на меня в суд на возмещение судебных расходов ввиду того, что судья частично удовлетворил мои требования Сейчас сделайте видео на паузу и попробуйте угадать, какую же сумму из 50 тысяч затребовал ООО Алекс к взысканию с меня 45 тысяч рублей они захотели Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Да-да, вы не ослышались! Именно такую сумму Алекс будет теперь пытаться взыскать с меня в суде Ну а получится у них это или нет, вы можете делать свои ставки И я расскажу об этом вам в следующем ролике Но уже сейчас вы можете оценить мою улыбку и мою уверенность, что ничего они в суде не получат Они виноваты, они продали просрочку Я защищал свои права, я их защитил Какую-то компенсацию им я могу только похлопать в ладошки Обойдетесь, ребята, обойдетесь Многие меня спрашивают, зачем же я все же подал в суд на Алекс именно по этому иску со стоимостью 73 рубля Ребят, все это сделано для вас, чтобы доказать, что неважно какая стоимость товара Вы можете отстаивать свои права в суде И я хочу показать еще этим торгашам, этим продавцам просрочки У которых в магазине была просрочка на 6 лет Доказать для них, что 73 рубля это та сумма, которую они приумножили во много-много сотен раз Вы, ребят, просто посчитайте эти суммы, которые на текущий момент являются официально подтвержденными 3000 рублей, которые они заплатят мне 700 рублей госпошлина И 50000 рублей, которые они заплатили за свою защиту в суде Вы просто представьте, во сколько раз эта сумма больше, чем 73 рубля, которые они могли вернуть мне еще в магазине Стоила ли игра свеч с их стороны? Стоило ли торговать просрочкой? Или можно было сразу вернуть деньги недовольному покупателю в магазине? Делайте выводы, торгаши А на текущий момент борьба с Алексом не закончена У меня еще есть 4 иска на этот магазин И я постараюсь их также подать в различные суды А также попробую подать этот чист через распотребнадзор И об этом вы увидите в одном из следующих роликов Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok